Мы продолжаем дневное предпраздничное вещание в эфире телеканала Кубань-24. Говорим сегодня о полезных предновогодних хлопотах и заботах. И одним из обязательных пунктов является подготовка к 31 декабря. Это практически в каждой семье, это покупка и украшение ёлки. Но тут фантазия безгранична, живая или искусственная, зелёная или другого цвета. Но ёлки, ели или сосны создают нам то самое новогоднее настроение. Наша студия, как вы видите, уже преобразилась. И сейчас мы вместе с дизайнерами попробуем украсить её так, чтобы она соответствовала всем модным веяниям и тенденциям. И я рад представить наших гостей. У нас в студии Анастасия Леонтьева, флорист и Дмитрий Скутин, руководитель школы флористики Ботаника. Здравствуйте. Очень рад вас приветствовать. Вас нам не хватало, вашего совета. Скажите, вот дизайнеры нам советовали в одежде золотой цвет. Что по ёлке? Ёлка не обязательно должна подходить под какие-то тенденции. То есть, если вы хотите классическое Рождество, это, конечно, красно-зелёный цвет. То есть, мы все это знаем. Но можно также немного перейти в что-то более интересное. То есть, цвет следующего года – это живой коралл. То есть, можно уже оформить ёлку в таком цвете и быть в тренде следующего года. Первый вопрос. Как выглядит живой коралл? Я вот не знаю, какой это... Это цвет живой коралл. То есть, коралловый цвет, но живой. Главное, чтобы он был живой. Но всё-таки изначально база ёлка зелёная, да? Конечно. Красные украшения. И красные, и зелёные наверняка шары. Давайте от слов переходить к делу. Я думаю, что мы с Анастасией попробуем украсить ёлку в современных тенденциях. Да, будем помогать. Да, я вам помогу, конечно. Ну, а вы попробуйте с Дмитрием что-нибудь тоже. Дмитрий, а зелёные шары не потеряются на ёлке? Будут их? Нет, ни в коем случае. Красный и зелёный цвет – это два цвета комплиментарные, контрастные. И они будут, наоборот, усиливать восприятие визуальное. То есть, она будет смотреться ещё ярче. Кроме красного и зелёного. Ну, вдруг у кого-то какие-то свои причины не использовать эту гамму. Что посоветуете? Классика этого года – это бело-золотой. Это белое золото-серебро всё вместе. Золото-чёрное – очень популярное сочетание. Оттенки розового присутствуют очень часто на ёлках. Ну и красный – золото. Самое классическое, наверное, сочетание. Переборщить с игрушками можно? Вот, я об этом и хотел спросить. Насколько плотно должны висеть шары, на каком расстоянии, есть ли какой-то золотой, не знаю, золотой оптимальный размер? Как правило, ёлка должна состоять либо на 30% из украшений, либо на 70%. То есть, либо полностью практически зависит? Да, либо практически полностью, либо немного. То есть, что-то всё равно должно доминировать. Либо игрушки, либо ёлка. 50 на 50 будет сделать не очень правильно. Здесь мы видим и цветы присутствуют. Что это за цветы? Это понсеттия у нас, символ Рождества и Нового года. Символ праздника опять же. То есть, цветы, ёлка – всё это давно уже сочетается, да? Да, безусловно. Никогда, наверное, не выйдет из моды. Или думаете, что скоро мы перестанем использовать в декоре ёлки? Если что-то вокруг нас поменяется, именно в интерьерах, в зданиях, в улицах, мы будем видеть другие краски, другие сочетания форм и фактур, то, возможно, и форма ёлки поменяется. Но я думаю, что это не скоро. А шары почему такая форма? Ведь много разных игрушек существует. И снежинки, и сосульки, домики, снеговики, не знаю. Всё верно. Шар – это классика. И классика почему очень популярна? Потому что она проще всего воспринимается взглядом. То есть, мы видим шар, это очень понятная для нас форма. Если бы вы видели ёлку, оформленную кубиками, это уже нас немного давало бы в диссонанс. Это странно, согласен. Но вот есть же ёлки, полностью выполненные в старом стиле, так скажем, у многих сохранились игрушки советского прошлого, да? Как к этому относитесь? Это интересная ёлка, если она оформлена полностью в советской стилистике. То есть, все игрушки со своей историей, все фигурные, тогда да. Но говоря о классике, скажем так, буржуазной классике, когда ёлка довольно-таки хорошо оформлена, плотненько, пышненько, форма ёлки чётко читается, это вот как раз-таки ёлка из этой истории будет. Классическое, наверное, английское Рождество будет. Это что за украшение? Это рога оленя? Можно сказать и так. Веточка пальмы. Вот сюда. А по самой ёлке, она всё-таки мода существует на высоту? Она должна быть в потолок или небольшого размера? Тут уже на любой вкус и цвет, да? Мне нравятся ёлки, чтобы они были под самый потолок. И, как правило, люди покупают небольшие ёлки, потом их хотят увеличить по высоте. Мы рекомендуем поставить какую-то подставку, то есть, может быть, даже ёлку поставить на стол и не полностью задекорировать подарками, собственно, как мы сейчас сделали. Тем самым ёлка увеличится у нас на сантиметров 60-70 в высоту, и её визуальное восприятие будет намного больше. А на нашей ёлке есть не только шары. Вот ты спрашивала, да, про квадратные формы. Они появились. Это фонарики. Да, фонарик. Если будет ёлка, собранная полностью из шаров, она будет очень скучная. То есть, всё-таки ёлку необходимо рассматривать, разглядывать. Если там какие-то есть истории в других форматах, то есть фигурный фонарь, там у нас будут фигурные жёлуди, шишки, это придаст ёлке только большего интереса. Хорошо. Если, скажем так, мы ограничены в возможностях, у нас есть, ну, скажем, нет игрушек, у нас есть другое что-то, орехи, там, не знаю, шишки настоящие, да? Да, конечно. Мы можем какую-то необычную ёлку сделать дёшево и сердино? Конечно. И эта стилистика есть, и она называется Скандинавия ёлка, когда мы можем пойти в лес, нарубить, нарезать веток, палок, шишек, всё это поставить в ёлку. Даже, я знаю, корицу, да, связывают? Всё верно. Орехи, каштаны, всё можно использовать в ёлку, добавить световую гирлянду, которая будет, к примеру, белого свечения, тёплого, и ёлка будет у нас красиво оформлена в природном натуральном стиле. А стоит красить все эти предметы в один, там, серебро или достаточно природных цветов? Достаточно природных. То есть, опять же, у каждого свои предпочтения, и всё очень часто зависит от интерьера. То есть, если интерьер фиолетовый, понятно, что в красный цвет мы туда уже меньше интегрируем. В фиолетовый цвет пойдёт розовая ёлка, сиреневая ёлка, может быть, фиолетовая, либо даже золото, да, чтобы придать большего контраста. То есть, красная ёлка хорошо пойдёт в интерьеры бежевые, серые, красные интерьеры также. То есть, не в каждый интерьер она может вписаться. Вы за время подготовки к Новому году, наверное, на всякие ёлки насмотритесь. Свою наряжаете дома? Свою наряжаем. И в этом году у нас получилось так, что мы нарядили за две недели до Нового года. Как правило, ёлка оформляется у нас 31 числа. Да, потому что очень много работы перед Новым годом, и на это нет времени. В этом году мы, конечно, уже наученные опытом прошлых лет, постарались заранее. Выделили специально день. Наталья, я постарался не мешать профессионалам, потому что чувствую, что... Отлично получается, да. Но это не моя работа, не моя заслуга, это спасибо Анастасии. А вообще, как вы считаете, заранее нужно ставить ёлку, чтобы успеть к ней, ну, насладиться её таким видом, либо оставить такую вот интригу до 31-го? Знаете, тут будет такой момент, наверное, это отсутствие снега в Краснодаре. То есть я... Очень влияет на настроение. Да, очень влияет. Я сам с Урала, и я знаю, что такое снег, и мне здесь нравится. И ёлка всё-таки... Вот если бы ещё снега, да? Да, ощущается со снегом. Поэтому, если ты поставишь ёлку 1 декабря, за месяц она уже довольно-таки наскучит. То есть лучше поставить где-то числа 20-го, 25-го, чтобы вся эйфория этого Рождества и Нового года была на пик 31-го числа. То есть подбойку... Господа, вы всё про ёлки да про ёлки, а вот если нет у меня технической, скажем, возможности, да, или у кого-то, может быть, финансовой, купить, поставить ёлку, ну, например, живую я не хочу, мне жалко, а на искусственную я ещё продолжаю копить. Что мне можно сделать своими руками? Какие-то небольшие украшения для того, чтобы новогоднее настроение всё-таки создавалось и присутствовало, но при этом не тратиться на целую ель? Основной момент, который мы подготовили сейчас, это композиция на стол со свечой. То есть свеча, это у нас всегда символ огня, символ пламени, и горение свечи в новогоднюю ночь, это, конечно, символично. А можно я вам помогу? Да, конечно, с удовольствием. Конечно, можно в этом случае только не мешать, да, знаете, такую помощь. Но я хочу поучаствовать. Присаживайтесь. Из компонентов для нашей композиции нам потребуется какое-либо кашпо, либо горшок. Ну, подготовочка есть уже, да? И здесь уже есть синтетическая масса, называется она оазис. Это губка, пропитанная водой. Собственно, она будет давать хвою натуральной влагой, и хвоя будет намного дольше склоняться в живой. Первое, что мы делаем? Свеча идёт или веточки? Нет, первое, мы устанавливаем самые тяжёлые ветки. Это натуральные ветки, краски, которые мы собрали красивые в лесу. И мы можем прям устанавливать их в нашу композицию. А можно я тоже? Да, пожалуйста. С другой стороны? С другой стороны, да. Так, ну вот так, да, пусть это будет? Ну, отлично. То есть заполняем немного ветками. Надо смотреть, какой стол. Если у вас стол круглый, то можно её сделать круглую. Если стол вытянутый, то лучше сделать её... Или также продолговатую, либо плоскую, да? Да, всё верно. Но всегда помним о пожарной безопасности, да, что ветки могут так же гореть. Да, поэтому свеча должна находиться довольно-таки на далёком расстоянии от веток. Отводим веточки, да? Да. Дальше. Вот мне ягодки нравятся. Да, у нас есть прекрасные ягодки, которые также мы можем установить в наш оазис. И они добавят такого цвета, красок. Ну и я должна, да, теперь давайте? Вот в иней, да, классно? Да, прекрасно. Давайте. Куда вы скажете? Вот, наверное, сюда, да? Вот сюда, да? Вот, быстро. Уравновешиваем. Вот. Она прям снежная, классная. Да. Сейчас мы приступим к живой хвою. Нам потребуется, собственно, ветка пикты. Всё-таки используем живой элемент, да? Да, живой элемент, чтобы пока она будет сохнуть, она будет давать приятный аромат. То есть и устанавливаем также в оазис в разные стороны. Нижний ярус мы заполняем сначала, да? Нижний ярус, всё верно. Пожалуйста. С какой стороны? Без разницы? С противоположной можно. Симметрию, да, такую сделаем? Постараемся. Вот. Денис, учись. Я учусь, да, запоминаю, фиксирую все моменты. И хочу спросить, Дмитрий, скажите, вот сейчас, понятно, мы делаем для наших телезрителей мастер-класс. Где ещё можно научиться всей вот этой красоте, где её создавать? Школу флористики. Вам приходить. Можно приходить к нам, мы будем рады. Ну, или как получится, да, что называется. Либо есть в большом количестве разные видеоуроки, которые можно найти в интернете. То есть, если сейчас нет времени до Нового года сбегать на курсы флористики, так сказать, то интернет в помощь, открыть мастер-классы и... И сбегать в магазин. И сбегать в магазин. Подручный материал, да. Всё верно. Скажите, вот это что за веточка? Это ветка эвкалипта, и её мы можем поставить в противоположную сторону от большого количества ягод. Вот так, наверное, да? Да. Уазис довольно-таки мягкий. Вот так? Да. И в него приятно ставить растения. Согласна. Мы сейчас ещё усилим его. Так, что нельзя использовать в новогодней такой вот композиции? Наверное, летние цветы. Будет довольно-таки контрастно. Листочки пальмы будут странно смотреться, да? Нет, не странно. Если они будут золотые или серебряные, то вполне возможно, да. Отлично. У нас есть шишки, да, которые мы поставили уже на проволоку, и также мы можем их устанавливать в разные стороны. Пожалуйста. Так, это куда? Можно сюда же, к этой, усилить её, да. Шишки будут всегда смотреться хорошо, и чем больше шишек, тем лучше. Мы говорим всегда так. Можно ещё и искусственным снегом или нет? Мы это сделаем обязательно. Сделаем? Да, конечно. Шишками композицию не испортишь. Да, шишками... Почему я так радуюсь, не знаю. Потому что в Краснодаре нет снега, мы уже вынесли, Наталья. Искусственно мы радуемся. Так, чтобы зафиксировать свечу... А нам достаточно веточек, да? Пока, да. Мы сейчас установим свечу, и потом уже дополним всё пространство Оазиса, чтобы его не было видно. Чтобы зафиксировать свечу, мы прибегнем к шпажкам. Возьмём шпажку и тейп-ленту. Это специальный флористический материал, бумага. Обмотаем немного свечу. В обычных условиях это может быть изолента? Да, да, скотч, даже обычный скотч. Просто для всех, кто может это повторить дома сам. И приматываем их с двух сторон к нашей свече. Это для того, чтобы фиксация Оазиса свечи была уже лучше. Ответственный такой момент. Зафиксировали. Так, а у нас ещё и ёлка меняется. Ёлка тем временем просто преобразилась. Наталья, ты спрашивала про шары. У нас ещё есть и олени, и символ Нового года. О, там щелкунчик, что ли? Это щелкунчик появился настоящий. Щелкунчик. Мы ещё, я думаю, обсудим его присутствие на новогодней ёлке. Наша композиция уже более нормальный вид принимает. И заканчиваем украшение новогодней ели. Пригодятся ещё и тишина? Вы прятали свечу, да, таким образом? Свечу и технический материал, это Оазис. Ну, тут, когда остановиться в декоре, решает каждый сам, да? Да, но желательно с ним не переборщить. То есть некоторые веточки мы можем убрать для того, чтобы свеча у нас их не затронула. Безопасность, да? Да. И добавив ещё пару веток хвой, наша композиция будет уже практически готова. Отлично. Ну, тут понятно, наверное, всё. Давайте вернёмся к ёлочке, да, Денис? Ель наша готова, как ты видишь. Ну, в принципе, как и композиция. Всё у нас синхронно получилось. Настя, поясните, что вы сейчас делаете? Основные имены. Что ещё будет на ёлке? Заканчиваем нашу ёлочку. Ёлочка у нас, в принципе, уже закончена. Она вас уже сможет радовать. Ну, самый популярный персонаж. Щелкунчик, конечно. Какая прелесть. Это у нас акценты щелкунчик с оленем, получается, с фонариком. Они дружат, дружат, да? Очень дружат. Это тематика одна, да, такая? Скажите, я знаю, что мы будем использовать искусственный снег в нашей композиции. Ёлку стоит украшать искусственным снегом или можем испортить? Да, имеет место быть, особенно тогда, когда игрушек не так много. То есть снег припорошит немного веточки хвои, и игрушки, и белый цвет объединит как раз-таки всё вместе. То есть не будет такого яркого выражения, контраста не будет. Ну, вот давайте сейчас прямо покажем, как это происходит. Мы используем искусственный снег, он в баллоне. Собственно, первое, что мы сделаем, это нанесем немного снега на нашу композицию. Вот и зима. Зима пришла в нашу студию. И немного на ель. Немного добавим на ель. И на Дениса можно. Да, пожалуйста. Но другое дело сразу, да? Супер. Класс. Как будто бы с мороза занесли её в дом поставили. Отлично, ребята. Спасибо большое, что поделились этой информацией, поделились секретами о том, как украсить свой дом, свой праздничный новогодний стол. Я напомню, что у нас в студии были Анастасия Леонтьева, флорист, и Дмитрий Скутин, руководитель школы флористики «Ботаника». Большое вам спасибо за это. Спасибо большое. Вот сейчас точно чувствуется приближение Нового года. Снег, ёлка, вечер, класс. Поздравляем вас и наших телезрителей. Спасибо всем, кто был с нами этим днём. Я напоминаю, что наш предпраздничный эфир подходит к концу. Но вещание нашего телеканала продолжается. Оставайтесь с нами. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...